здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую программе хлеб на каждый день и мы каждый раз встречаясь за божьим столом имеем ввиду что он с нами находится в этом объединении он не отстраняется от нас а тем более когда есть какие-то трудности но наоборот готов подставить плечо поднять нас из любого рва из любой опасности и вот то что сегодняшним текстом является для нашего размышления это тот же 60 псалом но третий стих это те состояния души давида который продолжает уже выливать конкретизируя что он чувствует от конца земли взываю к тебе в уныние сердце моего возведи меня на скалу для меня недосягаемую тогда когда человек находится в долине плача или в долине смертной тени то в этот момент скала ему кажется недосягаемой любая даже самая небольшая потому что он находится сейчас совершенно в другом уровне своего сердца настроения состояния и переживаний но тогда когда мы знаем что бог на троне и он не изменен в своих возможностях своем сердце в своем желании несмотря на то что бог творит всегда все новое но сам он остается неизменным по своей сути то есть он есть бог любовь он остается богом творцом этот у нас сотворил знает в чем мы имеем нужду потому что если мы как люди творящие какие-то произведения своими руками какую-то техническую возможность или то что мы делаем то мы понимаем что как это надо реализовать и как надо использовать и что может повредить тому произведению наших рук которое сделано и несмотря на это мы с вами можем сегодня утверждать божественную природу в своей собственной жизни говорить господи а ты царствуешь а ты царствуешь и вот то что давид здесь говорит что я от концов земли взываю к тебе в уныние сердце моего друзья мои это наш выбор расставаться в уныние или нет он идет к богу именно за тем чтобы его уныние оно ушло оставило его а бог который воцарился чтобы он царствовал навеки возведи меня на скалу для меня недосягаемую итак друзья есть скала божьего спасения для нас и он хочет нас туда всегда возводить но наша просьба для него является очень важной потому что он ничего не делает через насилие либо потому что сам знает что будет нам лучше он предлагает нам выбрать его волю я хочу чтобы мы для себя эту волю выбирали каждый раз когда мы приходим в его присутствие независимо от того настроения в котором мы находимся но говорить ему о своем сердце говорить о своих мечтах желаниях пусть это все будет дано нам по молитвам святых по его расположению к нам чтобы мы знали отец небесный не бросает нас в океан бурлящих вод чтобы там а чтобы там нас оставить или каким-то образом наблюдать как мы будем оттуда выбираться нет он не такой если мы со своими детьми так не можем поступить то он тем более и слава богу ему за это поэтому друзья я хочу чтобы мы могли взывать к нему в любое время суток в любое время дня в любое время событий нашей жизни которых мы оказались поэтому господь царствует он на троне он не изменен своей любви услышь меня да то есть он говорит что от концов земли я к тебе взываю то есть ощущение его нахождение где-то там на задворках земли потому что земля где бы мы не оказались она все-таки круглая и поэтому вроде концов ее нет но с другой стороны это состояние души это состояние личности что он где-то оказался далеко далеко от божественного вмешательства и сейчас голос его оттуда мой вопль к тебе поэтому знай где бы ты ни находился господь тебя видит он тебя знает он тебя слышит только взывай и не умолкай разговаривай с ним основание свое бери из его слова и уповай на бога всемогущего господь царь над царями бог над богами господь который знает скалу на который тебя хочет возвести и поэтому твоя просьба для него является юридически важной небесный отец я благодарю тебя что ты нас знаешь ты нас видишь и ты с нами имеешь диалог слава тебе за то что ты тот который никогда нас не оставляешь и не оставишь я благословляю прямо сейчас каждого человека увидеть эту скалу на которую ты хочешь поднять даже из места пустыни или из какого-то оврага из долины смертной тени но оттуда увидеть скалу и попросить тебя туда поднять поднять каждого из нас да будет имя твое благословенно и сердца наши сейчас открыты перед тобой чтобы твоя высокая рука нас переводила от силы в силу от веры в веру от славы в славу я благодарю тебя что для каждого человека у тебя накрыт стол в виду врагов и пусть он не боится садиться за эту трапезу вместе с тобой будь благословен любящий всемогущий наш отец слава тебе за все во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания а